Игромания представляет наравне с обычными людьми и разработчики из различных студий. О ее влиянии на индустрию в целом и жанр в частности написано уже немало, но сегодня мы поговорим не об этом. Разработчики, как и прочие фанаты, не прочь были признаться в любви к великой серии или просто отдать ей дань уважения, спрятав отсылки к легендарному шутеру в своих творениях. Сейчас мы разберем самые занятные. Начнем с одного из самых любопытных секретов. Он спрятан в сталкер Shadow of Chernobyl. В заваленном ржавыми автомобилями тоннеле на дикой территории лежит тело сталкера по имени Фримен. Несмотря на ранг новичок, он неплохо вооружен не каким-нибудь макаровым, а мощным пистолетом черной ястреб, к тому же переделанным под винтовочный патрон. Однако в руках Гордона эта модификация Desert Eagle смотрелась бы необычно. Во второй части он использовал Хеклер и Кох USP и Кольт Питон. Да и во время похождений в черной мессе предпочитал другие агрегаты. Кроме того, Фримен получил оригинальный портрет и модель, а потому отличается от множества других сталкеров. И еще ему выдали небольшую историю, которую можно прочитать в КПК, что лежит рядом с телом. Оказалось, монтировку в суровых условиях зоны пришлось обменять на консервы. Идс Софтвер тоже отметилась в Рэйдж. В городе Подземка один из охранников приказывает герою поднять с пола консервную банку и снисходительно хвалит его, когда тот подчиняется. Искаженный шлемом голос и грубая реплика явно намекают на знаменитую сцену из вступления Half-Life 2. Разве что постсоветского антуража не хватает. Еще одну отсылку оставила Rockstar. В GTA San Andreas главный герой по ходу истории проникает в Зону 69, сверхсекретную базу армии США. Этот расположенный посреди пустыни подземный комплекс сам по себе похож на Черную Мессу, но разработчики пошли дальше, забытая на одном из столов монтировка явный знак того, что Фримен успел побывать и здесь. Возможно, он поработал над джетпаком, за которым как раз пришел СиДжей. Одни из самых хитрых отсылок оставили авторы Deus Ex Human Revolution. В Сингапуре Адам Дженсен может полазать по компьютерам научно-исследовательского центра Ранчо Омега. Системный администратор настойчиво рассылает пользователям сообщения, текст которых почти дословно состоит из реплик системы оповещений Черной Мессы из той самой поездки на монорельсе в Half-Life. Кроме того, в Детройте имеется шоссе 17. К счастью, в этот раз вокруг него не роятся муравьиные львы. Call of Duty United Offensive вышла всего на пару дней раньше Half-Life 2. Разработчики из Grey Matter Interactive решили отдать дань уважения серии по-простому – во время игры мы можем встретить рядового Гордона и рядового Фримена. Как знать, может последний дальний родственник именитого физика? Авторы Dying Light оставили пасхалку в своем стиле. В трущобах игроку повстречается мертвец, прибитый к стене круглой пилой. Подобный инструмент Фримен использовал, пробираясь через город Рейвенхольм, забитый монстрами. Благодаря гравипушке, диски для циркулярных пил в руках физика были гораздо опаснее огнестрельного оружия. В SteamWorld Dig есть небольшая секретная зона, где находится закрытый магазинчик, рекламные вывески с лямбдой и цифрой 3, монтировка и несколько скелетов, один из которых облачен в Хев-костюм. Видимо, Image & Form Games, хоть и любят Half-Life, уже оставили надежды на выход продолжения. А благодаря 4A Games, ответственным за Метро Исход, Гордон попал в постапокалиптическую Россию, снова в виде скелета, хотя ему не привыкать. Некоторые игры, к слову, ссылаются на те части франшизы, каноничность которых до сих пор вызывает у многих вопросы. Например, в игре Fear координатора группы спецназа зовут Эдриан Шепард, как и главного героя Half-Life Opposing Force. На Half-Life порой ссылаются даже в кино. Например, в одной из сцен мультфильма «Валли» на ленточном конвейере можно увидеть садового гнома из Half-Life 2 эпизод 2. О том, что это не случайное совпадение, рассказали сами аниматоры в книге Pixarpedia. Кроме того, внимательный зритель заметит, что дизайн главного злодея мультфильма, автопилота Ауто, напоминает внешность Гладос из Portal и их общего родственника HAL 9000 из космической Одиссеи. Разумеется, это не все отсылки к знаменитой серии. Их так много, что полный список игр и фильмов, авторы которых подмигнули Гейбу Ньюэлу, на самом деле куда больше. А какие отсылки помните вы? Какие запомнились больше всего? Расскажите нам в комментариях.